Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые зрители моего канала в YouTube. Сегодня я хочу вам представить новое видео про долголетие, долгожительство в моей рубрике про долголетие. Итак, я решил записать видео о долголетии в семейных отношениях, вернее, про уникальный по продолжительности юбилей свадьбы. Я покажу вам сейчас скоро сюжет, а кое-что сейчас вначале я вам скажу. Я хочу поднять в этом видео как бы два вопроса. Это семья и долголетие. Ну и дам вам, как говорится, почву для размышлений и бесед. А ответы на все биологические вопросы, то есть о причинах и следствиях, я даю своих видео, многочисленных по долгожительству. Все они будут по ссылочкам под этим видео, кто захочет, посмотрит, но это позже. Скоро я вам покажу отрывок из документальной кинохроники 60-х годов, чтобы вы знали, что это было. А то скоро уже не останется тех, кто знали и помнили. Да, это было и это возможно, и это более того, это нормально. Но только если жить на земле, жить честно и жить по законам природы. Если любить свою родную землю и жить по правде и по народной мудрости, где родился, там и пригодился. И много еще существует разных если. Но все это нетрудно и все это естественно. Итак, дорогие друзья, посмотрите на таблицу, но чего только люди не попридумали, да? Название таблицы «Годовщины свадеб». Посмотрите, начиная от ситцевой, ну это все знают, один год. И разные юбилейные, типа 10 лет, там оловянная, там хрустальную, это многие слышали, там жемчужная, рубиновая. Ну и что самое интересное, на чем она заканчивается? Вот 50 лет золотая, 55 изумрудная и 60 бриллиантовая. Все, то есть больше люди, как говорится, вместе не живут. Это сколько же лет надо прожить, чтобы были юбилеи больше. А вы видели какие-то юбилеи, слышали о каких-то юбилеях? А может быть в роду у вас есть юбиляры, по крайней мере, кто жил из ваших бабушек с дедушками дольше, чем 60 лет. Ну так вот слушайте внимательно, дорогие друзья. Этот маленький сюжет. Не удивляйтесь, а может быть и удивляйтесь. А потом продолжим. В этом доме живет семья Мусаевых. Это живой урок, назидание о священном долге супругов друг перед другом, домом, детьми. 107 лет за обиду и Гасана согревает очаг. Не юбилярам по 107 лет, а 107 лет они живут вместе. У них около 300 детей, внуков, правнуков. Когда садится семья за стол, одного самовара им не хватает. Если не горит очаг в доме, значит нет жизни в доме. А чтобы долго жить, надо всегда иметь семью. Большую семью. Когда я родился, мой отец посадил сразу два дерева. Одну чинару на вершине горы, а другую в нашем саду. Жизнь одинокого дерева не была долгой. А вот другая чинара живет и поныне. Ей легче вместе с другими деревьями стоять против ветров. В семье человек, как дерево в саду. Ему легче пережить бураны. Есть на кого опереться. Ну что ж, дорогие товарищи, как вам данный сюжет? Как вам эта информация? И что вы думаете, это немыслимо? Нет, это мыслимо. А рекорд ли это? Нет, это не рекорд, мы не обо всем знаем. Но то, что запечатлила кинохроника, то, что проверяли, то, что достоверно известно, а в том, что это достоверно, можете не сомневаться. И, кстати, кто сомневается, кто будет, как говорится, кидать грязью на то, то, что нет, мол, невозможно, паспорта никто не знал тогда, могли менять, могли вписать неправильно. Есть гораздо более весомые и стопроцентно доказательные аргументы по продолжительности жизни того или иного человека, чем паспорта. И я подробно про это рассказываю в своей лекции по долгожителям «Долголетие на Руси. Часть 2». Вот посмотрите, и там вы найдете железные аргументы, как порой можно точно определить, по крайней мере, раньше было, сколько действительно человеку лет. Ну что ж, а теперь все-таки покажу вам еще один сюжет. Думал, показывать или нет? Покажу. Да, там, конечно, точно мы все не знаем. Однако, кто бросит камень в этого человека и скажет, что он обманщик? Я полагаю, что честность, порядочность всегда была свойственна всем народам, особенно людям мудрым, пожилым, тем, на кого смотрят другие, кто тесно общается, не в городе где-то кто-то в интернете, кто никого не знает, а лицом к лицу с односельчанами, вся жизнь, которая прошла на виду и так далее. Полагаю, что это просто невозможно. Ну что ж, смотрите сюжет и удивляйтесь еще больше. Трудно назвать в Шуше человека, который не знал бы Багадур Акиши. Мне больше 100 лет. 70 из них я проработал почтальоном. Сначала в Баку, а потом в Шуше, чтобы быть поближе к родителям. Это когда им стукнуло по 150 лет. Внимание, вы слышали? Родителям стукнуло, то есть матери и отцу стукнуло по 150 лет, и чтобы помогать им, что уже называется пожилые люди, стал жить с ними. В общем, понятно. И это было, и это не какой-то уникальный случай. У меня была работа в свое время доброработница Азербайджана. Она знала этот район, она все подтверждала и говорила, испокон веку мы это знаем, мы видели людей, мы с ними прожили, мы и родились, когда им было уже. То есть, все то, что было, из первых уст в том числе. Ну, давайте послушаем еще несколько мудрых слов от этого самого уже долгожителя. Трудолюбивые они были люди. С малых лет и меня приучили к делу. Ради труда приходит в мир человек. Ради труда. А если он бездельник, ненадолго хватит его на этом свете. Сколько больших и малых дорогой сходил я пешком с сумкой за плечами. И радости людям дарил. И с грустными вестями встречался. Особенно в войну. Последние годы пенсии и пособий разносил. А теперь вот мне каждый месяц пенсию прямо домой приносят. Заботится о нас, стариках. Партия государства. Вы послушайте, какие мудрые слова произнес этот человек. В мир приходит человек для труда. Можно было бы развить эту тему, продолжить, но это отдельное обсуждение темы, я полагаю. Это действительно истинная правда. Если человек бездельник, то не ядес, ненадолго задержится он на этом свете. Потому что человек приходит с определенной целью, задачей, по крайней мере иногда цель задачи, быть примером другим людям. Тоже важная цель. А какие рекорды сейчас по продолжительности в современной семейной жизни вокруг вас вы знаете? Я вот по радио как-то слышал о англичанах, которые вместе 85 лет прожили. И на тот момент, это было лет 10 назад, жили еще. Напишите потом в комментариях, может быть у вас в роду есть какие-то примеры долголетия верности. Да, конечно, сейчас много факторов воздействия на организм, которых не было 30 лет назад, не говоря уже о 100. А потому нынешним людям будет почти невозможно прожить столько так долго. Ну сколько жили вот сверхдолгожители прошлого. Но возможно прожить дольше, чем вы прожили бы, живя вот как сейчас. Одно дело плыть по течению современной искусственной и вот этой рафинированной неестественной жизни и быть в плену иллюзии. И как говорится, сам обманываться рад. То есть жить и угождать себе в своих прихотях, замыливая себе глаза, обманывая себя оправдалками различными. Это нечестно, это непорядочно. Для человека разумного это просто недопустимо. Видите, получилась глубже тема. Это тема вообще семьи долголетия. Да, человек должен быть семейным, должен нести верность. С детства, да, ту самую верность, которая в дальнейшем будет воплощаться в физическую и духовную, так сказать, верность человеку, своему мужу, своей жене. Естественно, я вот рос, воспитывался, когда с детства по-другому и мысли не представлял, как можно, так сказать, быть женатым несколько раз, как можно вообще не полюбить и не жить всю жизнь. Естественно, в семье это для меня просто немыслимо было. Это, по-моему, вполне естественно и врожденно для нормального и порядочного и честного человека. И вот я советую всем задуматься над этим, учить правильно своих детей воспитывать, внуков, у кого кто, соответственно, да. Поэтому семья и долголетие, это звенья одной цепи, это очень важная тема, глубокая, которую, я думаю, в дальнейшем я разовью подробнее. И напомню еще раз, что все остальные факторы долголетия, а я перечисляю их огромное количество, привожу доказательную мощнейшую базу, в моих более чем десяти видео смотрите по теме долголетия и долгожительства. Ну, а я желаю вам, естественно, всем хорошим людям жить долго и жить вместе, мужу и жене в счастливом браке, как говорилось в русских сказках, что жили они долго и счастливо и умерли в один день. Вот эта часть, я считаю, это тоже часть такого сложного понятия, такого сложного состояния и явления, как счастье. Ну, всего вам самого наилучшего. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok